Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы уже находимся практически в середине Великого Поста. Сегодня неделя крестопоклонная, а среда, грядущая неделя будет среда, средопостная, то есть ровно середина Великого Поста. И вот сегодня мы поклоняемся Кресту, чествуем Крест и вспоминаем страдания, которые Господь наш Иисус Христос претерпел ради нашего спасения на Кресте. Мы, православные христиане, поклоняемся Кресту и чтим Крест как жертвенню, на котором была принесена великая жертва ради нашего спасения, когда и принося, и приносимы был Христос. По Всеблагому Совету Божественному Господь согласился на эту жертву, Господь не зашел для того, чтобы принести самого себя в жертву для спасения людей. И в этом может быть как раз и уникальность христианства, в том, что мы почитаем Христа не просто как учителя, не просто как пророка, а как Бога, ставшего человека. И поэтому та жертва, которую Он принес, та смерть, которую Он умер вместо нас, за нас, она имеет особенное, уникальное значение. И если некоторые оппоненты православия удивляются и недоумевают, почему православные кланяются и почитают орудие смерти своего Божественного Учителя, то как раз в этом вся и суть, что если бы просто человек умер, тогда бы никому не пришло в голову или топору, которому его убили, или ножу, или мечу, которому он был умершлен, поклоняться. Потому что вопреки его воле с ним что-то сделали. Так вот, Христос умер по своей воле. Христос взошел на этот жертвенник, соглашаясь с волей Отца и зная, что потом Он этой смертью разрушит смерть, победит смерть и победу эту дарует всем верующим в Него людям. Вот поэтому, еще раз повторяю, крест для нас – это даже не сколько символ смерти Христа, сколько символ победы Христа над смертью, символ и знак Его воскресения. Есть еще очень интересный ветхозаветный образ, на который тоже святые отцы ссылаются, и даже не святые отцы, а Евангелие, и сам Господь говорил о том, что как Моисей вознес медного змея в пустыне, так подобает вознестись и Сыну Человеческому. Если вы помните, то Моисей как раз сделал этого медного змея, утвердил его на деревянном шесте, для того, чтобы всякий, кого ужалит ядовитая змея, тогда было нашествие ядовитых змей, и многие от этого страдали, умирали. И вот Господь ему сказал, что если кто будет смотреть, ужаленный, укушенный змеей на этого медного змея, то он не умрет. И вот это прообраз креста, это знак креста. То же самое и мы. Если мы будем взирать с любовью, с благодарностью, с поклонением на крест Христов, то мы, точно такие же, укушенные, ужаленные дьяволом, ужаленные смертью, не умрем, а будем жить вечно. Вот другой образ, который дает нам церковь уже в Синаксарии сегодняшнего дня, это образ дерева, да, в тени которого, в прохладе которого человек может отдохнуть, человек, идущий тяжелое поприще, тяжелый путь. И вот мы, проходя поприще Великого Поста, также в тени креста Христова, можем набраться сил, можем отдохнуть, можем вкусить его божественных плодов, а плоды какие-то причастия, тела и крови Христа, и тем самым укрепиться на вторую половину Великого Поста. Ну и еще, о чем можно бы сказать, это то, что крест – это некое, во-первых, мерило нашей жизни, да, которым мы должны измерять наши поступки, наши мысли, наши отношения к людям. Вот, а во-вторых, крест – это некое основание, то есть это некий такой стержень, за который, опять же, можно держаться, можно опереться. Это некий посох, опираясь на который, человек может идти не уставая. И вот мы с вами когда-то говорили о том, что крещение похоже на зерно, на зерно, на семечко, из которого каждый христианин уже должен вырастить плоды духовные, плоды, как апостол Павел сказал, любви, долготерпения, милосердия, благости, кротости, воздержания веры. И вот для того, чтобы понять нам этот принцип, да, вот хотелось бы это сравнение, эту аллегорию развернуть. Когда мы берем какое-то семечко какого-то растения, например, там, огородного какого-то, то какие бы ни были хорошие плодоносные семена, это еще только семена. Если мы с этими семенами делать ничего не будем, то эти семена так семенами останутся. Но если мы посадим их в грунт, будем поливать обильно, да, то эти семена дают прозябение, дают всход, дают росток. Потом эти ростки, эту рассаду мы высаживаем в грунт, и дальше что мы делаем? Мы продолжаем поливать, да, и росток этот хрупкий, который может от ветров, от непогоды, от дождя, от града сломаться, мы подвязываем к черенку, к колышку, который придает ему твердость, который дает ему такую основательность. И от ветров он уже не так колышется, да, и не так ломается. Ну и потом мы, естественно, сорняки пропалываем вокруг, и тогда вот в свое время получаем плоды. Я уже много раз об этом сравнении вам говорил, но лишь напомню, что влага, вот этот полив, это молитва. Без молитвы никакого благого процесса в этом зерне не начнется. Если зерно будет сухое, оно будет лежать хоть год, хоть два, хоть десять, и ничего из него не вырастет. И вот когда мы начинаем водичкой поливать, тогда оно начинает взбухать, тогда оно начинает прорастать. Вот так же и молитва. Если человек только лишь покрестился, покрестил своего ребенка, но не молится за него и не молится вместе с ним, то вот это зерно крещения остается без схода, остается сухим. Ну а что такое вот этот черенок, что такое этот колышек, которому мы должны духовный свой росточек привязать? Вот сегодня, в сегодняшний день, это особенно становится понятно, потому что это крест Христов. Это мировоззрение человека, которое на христианской вере и на кресте основано, понимаете? Вот если оно привязано, если росточек привязан к древу креста, вот тогда этот росток не будет ломаться, не будет от всех сквозняков, от всех переменных, перемен ветров гнуться. А если привязан, если не привязан, тогда сломается наверняка. И вот мы сейчас сплошь и рядом видим, как в мире, в нашей жизни остается все меньше и меньше вот этих опор духовных, за которые человек мог бы зацепиться, удержаться, чтобы не упасть. И это касается и взрослых людей, и зрелых людей, которые, иной раз жизнь прожив, даже не могут найти в конце уже своей жизни никакой опоры и понимают, что жизнь прожит бессмысленна. Но это, с одной стороны, обидно и страшно, но это не так страшно, когда речь идет о подростках, когда речь идет о людях юных, молодых, которые только начинают свой жизненный путь и уже понимают, что этот путь бессмысленен, и уже понимают, что жить незачем, что смысла никакого в жизни нету, опереться незачем, потому что действительно этих опор, этих оснований никто не может им показать, никто не может им предоставить. Мы, православные христиане, зачастую тоже бываем верующими только в церкви, а когда выходим из храма, мы становимся таким же, как все, живущими по тем же принципам, по которым живет мир. А мир этот, как мы сегодня в Евангелии читали, прелюбодеянный и грешный. И нельзя на него ориентироваться, нельзя с ним себя сравнивать, нельзя говорить о том, что ну вот как люди плохо живут, я-то все-таки лучше. Да, не надо на него равняться, надо равняться на Господа, надо на его крест равняться. И вот молодые люди, даже часто и в верующих семьях, не видят этой опоры в своих родителях, не видят, что родители опираются на крест, на христианское мировоззрение. И от этого в нашей стране такие беды страшные, да, и одна из, может быть, самых страшных бед, которая является таким маркером, да, таким индикатором вообще неблагополучия жизни в нашем обществе, это подростковые самоубийства, которых сейчас много. Нельзя сказать, что их сейчас именно стало больше, чем всегда. С 90-х годов и до сего времени их всегда много было. Россия первая в Европе по числу подростковых самоубийств. И на первых местах тоже в мире по числу подростковых самоубийств. Почему это происходит? Почему дети не хотят жить в нашей стране? Вот сейчас, после того, как высшие власти, так сказать, об этом начали говорить, начали все это активно обсуждать. Потому что у нас, когда главный царь-батюшик скажет, только тогда мы видим проблему, понимаете, откройте мне веки. Вот веки открыли, он увидел, и дальше, так сказать, увидели все. Пока веки не открываются на какую-то беду, на какую-то проблему, то никто ее вроде бы как и не видит. Вот сейчас увидели. Что дальше происходит? Дальше начинаются, так сказать, чисто административные распоряжения. Устрожить уголовное наказание, углубить, усугубить работу, так сказать, в школах, в образовательных учреждениях, привлекать священников для разъяснений и так далее, и так далее. Понимаете? Но, по сути, это не меняет ничего, потому что это борьба с вершками, а не с корешками. И если детям, подросткам настолько некомфортно, настолько неблагополучно жить в этом мире, и многие из этих ребят, которые делают попытки самоубийства, которые действительно заканчивают жизнь самоубийством, оставляют записки, что я не могу вписаться в эту действительность. Она мне враждебна, она мне чужда. Я не могу в эту действительность вписаться. Я чувствую, что я здесь не нужен, что я здесь лишний. И мы начинаем думать, что же не так с подростками? Что же не так с детьми нашими? Вместо того, чтобы задуматься, что же не так с действительностью нашей, понимаете? С жизнью нашей. Может быть, они-то как раз нормальные, и они-то как раз реагируют нормально на ненормальную жизнь, на ненормальные отношения, на ненормальную среду, в которой они живут. А мы вместо того, чтобы менять эту среду, мы пытаемся изменить, переориентировать как-то их. И вот мы говорим о том, что дети сейчас, вот они все нерелигиозные. На самом деле, вот эти группы смерти, которые в интернете, в соцсетях организовываются, они свидетельствуют о том, что подростки по-своему как-то религиозны. И религиозность, это, конечно, она деструктивная, эта религиозность. Но ведь если человек верит, ты можешь там поговорить, подростки, а? Ты что, развалился тут перед носом у священника и болтает прям, сидит, а? Иди встань туда, вон туда встань, там лякай и лежи. Так вот, они по-своему религиозны, потому что они верят в загробный мир, во-первых. Они считают, что в этом мире плохо, но есть другой мир, лучший, в который они хотят уйти. Понимаете? Они верят в какие-то, значит, духовные сущности, они верят в ангелов. Понимаете? То есть в какой-то степени это религиозность. И в какой-то степени они согласны с христианством, потому что мы тоже верим в ангелы, мы тоже верим в другой мир. Но только мы не приемлем методы эти, перехода из этого мира в другой. Потому что мы, христиане, понимаем, что жизнь – это дар Божий. И дар самый величайший, самый прекраснейший. И все христианство направлено на то, чтобы научить человека по-настоящему ценить этот дар Божий, который Господь подарил ему. Дар жизни, и жизни даже вечной, а не только земной, временной. А вот они-то этого-то как раз не понимают. Вот они этой земной жизнью не дорожат, они ее не ценят. Так вот, задача у нас, взрослых людей, показать им красоту этой жизни, радость этой жизни, счастье ее. И дать методы достижения этой радости, этого счастья. Вот если мы этого не сумеем сделать, то ничего никогда не изменится. Задумайтесь, больше всего суицидов, 20 самоубийств на 100 тысяч человек, подростковых суицидов, это в три раза больше, чем средний мировой показатель. В три раза больше. Что мы сделали со своим обществом? Что мы сделали со своей страной? Куда делись опоры вот эти? Куда делись вот эти ориентиры? Куда делись эти основания? Где мы их, на каком этапе исторического развития, где мы их проморгали? Где мы их забыли? Может быть, стоит как-то оглянуться, вернуться, посмотреть. А может быть, не стоит оглядываться. Может быть, в будущее надо смотреть более, так сказать, пристально и более серьезно. Но что-то делать надо в этом смысле. И еще раз повторяю, главное – это отсутствие любви. Главное – это агрессивность. Главное – это равнодушие друг к другу людей, теперешнее, которое стало нормой. Это пренебрежение, понимаете, достоинством человеческим. Это отношение действительно и взрослых друг к другу, и взрослых к детям. Какое-то такое свысока пренебрежительное отношение. Не как к личности, а как к тому, кто еще должен заслужить это право, считаться человеком. Понимаете? И согласитесь, это сплошь и рядом сейчас. Я много раз говорил, вот опять же, такой показатель нашего, ну понимаете, как вот газ, когда пахнет, да, это же не газ пахнет. Вы знаете, что газ на самом деле, он не пахнет ничем. А в него специально добавляют отдушку такую вонючую, противную, да, сероводородную, чтобы когда утечка газа происходит, вот, человек понимал, что надо к плите бежать и конфорку закрыть. Вот. Вот так же и здесь, понимаете, вот эта агрессивность, вот эта некомфортность, да, нашей среды, она становится понятным просто, когда ты услышишь, как люди друг с другом общаются. А общаются сейчас люди на матном, скверном языке. Опять же, почему? Ну, так сложилось, так принято, такая традиция. Нет, все гораздо глубже, все гораздо серьезнее. Если мы посмотрим, как эта лексика называется, она называется «бранная лексика». Брань. Что такое брань в первоначальном смысле? Знаете? Брань – это война. Брань – это война. Брань – это война. Пошел он на брань, не вернулся он с бранью, да? То есть, это война, это битва. И вот эта бранная лексика использовалась раньше только тогда, когда один враг напротив другого стоят, вот в строю они стоят, и перед тем, как друг на друга накинуться, рвать, грызть, колоть, резать друг друга, рубить, они должны завести себя и в состоянии аффекта ввести своего соперника. И вот тогда вот эта бранная лексика вступала в ход. Да я там, да ты там, да так вот, понимаете? Вот. Вот только лишь тогда она была как-то обоснована и понятна. Ну а теперь подумайте, а почему же мы сейчас-то каждого человека, с которым мы общаемся, и даже часто самых близких, детей своих, тоже воспринимаем как кого? Как врагов своих. И мат – это всегда преддверие агрессии. Даже если эта агрессия непосредственно после мата, после сквернословия не наступает, то это просто не потому, что её не наступит, а потому что где-то, в каких-то резервуарах это всё копится. Это ненависть, это агрессия, это нелюбовь. И в конце концов, когда-то выливается. И выливается-то она как раз, знаете, что рвётся там, где тоньше всего. А тоньше всего где? А тоньше всего в сознании и в подсознании подростков. Юных людей. И вот если бы мы накапливали резервуары любви, тогда бы эта любовь изливалась на них. Но так как мы накапливаем резервуары вот этой ненависти, греха, злобы, она изливается тоже на них. Вот в таком виде. Поэтому я сегодня вот в этот день, ещё раз напоминаю, о чём я говорю, что крест Христов – это тот черенок, то основание, да, то дерево укоренённое, за которое человек может привязать росток души своей, росток души детей своих, чтобы этот росток не ломался, да. И сегодня вот мы, поклоняясь Кресту, поклоняясь страданиям Христовым, должны в какой-то степени вот и свои страдания, и свои болезни, неприятности тоже воспринимать как спасительные, потому что Господь посылает их часто для нашего спасения. Но это не значит, что мы своей жизнью должны причинять страдания кому-то, надеясь, что через эти страдания кто-то будет спасён. Вот свои страдания надо переживать мужественно, да, а вот другому человеку страдания стараться всё-таки не оказывать. Вот. И сугубо прошу всех вас и сегодня, и в ближайшее время, потому что действительно проблема такая есть, и какая-то дьявольская брань ощущается в том, что вот на детей через соцсети, через эти группы направлена вот эта вся дрянь. Так вот, то, что делает дьявол, Господь всегда может перечеркнуть. Но Он будет это перечеркивать, и Он будет помогать тогда, когда мы, Церковь Христова, будем Его об этом просить. И вот я призываю к тому, чтобы мы молились за своё подрастающее поколение, чтобы мы их любили по-настоящему, чтобы мы эту любовь к ним проявляли, показывали, демонстрировали, потому что иногда кажется, что и так всё ясно. Нет, не всегда всё ясно. Любовь должна показываться человеку, понимаете? Мы должны друг другу говорить о том, что мы любим друг друга, ценим, дорожим друг другу. Вот, и особенно это важно по отношению к нашим детям. Спасибо, Господи. Богу нашему слава, благослови. Спасибо, Господи. Спасибо. Спасибо.